Я снова здесь. У нас сегодня замечательная командная ФФА на Морталисе. Мой любимый жанр на моей любимой карте. Суть в том, что чувак остался один и выжил. Я очень хочу посмотреть, как ему удалось сие действия. Блин, я даже не знаю, какой у него ник, потому что смурф. Ники меняются. Я не знаю, кто это. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, найдем этого парня и посмотрим, как дело было. Космодесант. Одна команда Космо плюс Тау. Вторая команда Орки плюс Хаос. И третья команда это Сестра Битвы и Хаос. Давайте вначале глянем на перспективы команд. Космодесант. Космодесант и Тау. Перспективы имеются, согласитесь. Тау, Кау-Йон это будет мощно. Это прострел будет полкарта, а потом будет конвейер дронов. Космодесант это будет масса турелей, дроп в любую точку карты. В общем, перспективы хорошие у Тау и Космодесанта. Орки. Это всем известная, любимая фрислага на Т4. Это четыре вида артиллерии, которая стреляет очень далеко и очень больно. Это гицы. Есть шансы. Хаосит немножечко смазывает всю прелесть товарищества с Орком. Ну, в принципе, масса дефайлеров, масса турелей, залеты Блатырстером, талонами и кошмарами по тылам. В принципе, да, может быть, невидимые десантники. Да, окей. Хорошо, Орка он поддерживает. Следующая команда сестра битвы. Это Мас Ринак на Т4. И, в принципе, начинаются проблемы у сестры. Также Хаосит. Пока хуже всего выглядят сестра и Хаосит в плане, естественно, потенциала, в плане победы на этой карте. Но как пойдет, мы не знаем с вами. Будем наблюдать. Ну что, берут точки парни, постепенно застраивают первые десантники. И здесь, значит, космиссан течится, тихонечко берет себе точки через два гена и оружейку. Его товарищ Таосит точно так же ФВшками капит. У него один, я так понимаю, стелс, один и ФВшки. Ну да, в принципе, для обороны. Вспоминаю мою вчерашнюю игру на стриме, где я просто пошел в голый теч, а потом пришел, убил нас Хаосит. Неприятно было. Орки. Теканхолда, конечно же, у нас нету. Мы тут любим развиваться до конца, до Т4. И потом проверять фракции, мощь и силу. Да, ну как бы не упускается почему-то здесь, чтобы долбежка, например, Тау, стрелять от своей главки до главки противника. Как бы, да, как раскрываться. Вот мы раскрылись. Да, замечательно. И имперская гвардия будет стрелять 200-200 просто через стенку, прямо будет сносить твою главку. Да, вот фракция раскрылась, классно раскрылась, да. А ты ей ничего сделать не смог. Отлично, раскрылась. А Теканхолд хоть будет заставлять вас шевелиться, а не сидеть здесь на 4 плюс 1. Стимула за битву абсолютно никакого нет. Сидишь, чешешься, абсолютный стоялого геймплей. Так, долго-долго все это происходит, пока вот она стояла. И неожиданно Абадон приказал Хаосу перейти в наступление. И Хаос ломанулся в бой на космодесанта. Немедленно реагируют войска Тау и постреливают по этому десантнику. Хаоситы непростые. Хаоситы с болтарами у нас здесь пришли. Выдали тяжелое вооружение, да, и, конечно же, которое будет умирать. Это колоссальные потери. Пошел в бой Хаос. В атаку культисты стоят. СОП идет в Т2, ему не помогает. ФВ, ФВ. Космодесант пишет ФФФ, Фаер Вайер. Типа, давай их тоже используй, они у тебя стоят там, тупят. И сломав точку, с победными криками Хаоситы возвращаются назад. Они сломали точку. А, Хаоситы-то отступили, потому что на их союзника напали. Подождите. А, ну правильно, смотрите. Хаосит пошел налево, а СОП пошла направо. Молодцы. Замечательная команда. Каждый тянет одеяло на себя. СОП направо потянул, Хаосит налево потянул. Молодцы. Нижняя команда определенно претендует на победу. Движок не вывозит даже такого количества пафоса Хаоситского. Закачанная канонистца. У нее полный комплект нижнего белья. У нее жаровня огня. У нее плазма-инфернопистоль. У нее все есть. У нее все есть. И вот она ведет вот этих вот сынов Хаоса в бой. Т3,7%. Да, врываются они на правый фланг. Да, вот она в битву. А верхняя команда стоит и чилит, в принципе. Классика жанра. Двое дерутся. Третий стоит, наблюдает и добивает выживших. Боже, господи, как же пролагивает. Как же пролагивает этот движок. Мама родная. Просто он не вывозит такого. Рубаки с огнеметами. Рубаки с огнеметами. Турелька Хаосит Т2. Стелсы декапят крит сестры. Да, здесь дроби. Селестьянки пришли. Закачивается вооружение. Орк массит рубак. У него масса банеров. Орк течится. Хаосит в Т3. В Т3 пьяный дед. Нет, у него заказаны облиты. Наверное, уже куда-то высадил. Нет? Го, пишет пьяный. Дед одержимый. Побежали. И сейчас дропнутся облиты. Вот они. Одержимые. Шесть минут. Смотрите, теч Хаоса. Шесть сорок. На, имба связочка. Одержимые. Облитераторы. Все, выбегают они. Молодцы. Сестра побежали. Сестра побежала вверх драться с Тау. То есть, сестра и Хаос бьются со всеми. Видят врага, бегут на него. Не рискнули продолжить, кстати, Хаосит и Орк. Не рискнули пойти дальше. Стоят. Испугались, видимо. Испугались турели. Испугались точки. Облиты. Вот он. Обалденный прострел. Обалденный прострел через каверы. Через текстуры. Это классно прям. Выжигают облиты прям. Выжигают всю душу. Не просто доспехи. А всю душу они выжигают. Турелька. Сейчас они подойдут. Все, начинается работа по турели. Обалденный прострел через текстуры. Одержимые. Вбегают. Но я попрошу заметить. Команда сверху, она стоит. Она стоит. Одержимые. Вбегают в кавер. Вбегают в своих братьев. Хаоситских. Облиты ломают точку. На помощь Мэг. Священные реликвиарии. Серафинки сделаны. Соб использует все силы для защиты. Хочет точку сломать Хаос. Зачем? Блин. Лучше бы вязал солдат. Облиты подходят. Эту сломали. Одержимые убегают. Полумертвые. Орк. Здесь в кавере стоят. Вот в чем дело. Одержимых мало. Напрыгивают вперед. В мире, наверное, вязать. Нет. Он прям стреляет. Ничего себе. Смелый. Какие смелые девчонки здесь. Ну. И вы умерли. Смелость это не всегда хорошо. Вот они умерли. Хаосит. Хаосит остался здесь один. У сестры дежурит. Чтит. Бдит ее чистоту. Сломана точка. Сверху команда стоит. Просто прошу заметить. Генераторы. Течится. Укрепляется. Экономика ставится. То есть все хорошо. То есть вот она. Вот она. Вся прелесть. Вся красота. Вся красота. Командная ФФА на Морталисе. Блин. Господи. Как же он пролагивает. Как же пролагивает. Год и три. Бро. Пишет СМ. Пишет СМ Тау. Потому что встал. Остановился. У него производство. Он делает глобалы. Он вкачивает вторые глобалы. И отступили. Отступают. То есть друг друга они здесь побили. Поистязали. И разошлись. И разошлись. Верхняя команда. Закачивается. Терминаторы. Оружие. Библиарий. Заказан. Т4. Ландрайдер. Есть. Вот пожалуйста. В 10 минуте. При голом Тэче. Будет у тебя терминатор. И ландак. И все космодесантское счастье. Равангард раскраска. Нет. Тут еще какая-то примесь чего-то. Это не совсем Равангард. Нет. Тау. Кау-Йон. Естественно. Кау-Йон. Естественно. Естественно. Кау-Йон. Так. Стоим. Орг Т3. Гитсы. Без грейдов. Т4. Нету. Генераторы. Так. Легкий. Простой. Мы его ускоряем. Простой. Мы ускоряем. Кау-Йон строится. Можно ЛП-2 добавлять. В некоторых местах. Да. И они добавляются. Они добавляются. Здесь, здесь, здесь. Да. Так. Мне же интересно. Кто затащил игру Соло здесь? Соло. Кто? Нижняя команда. СОП Т2. ХОСИ Т2. Т3 только идет. То есть как бы, блин. Сверху парни стоят. Чилят. И просто поехал лендрайдер. Вот просто поехал в пустоту. Поехал лендак. Вот просто он захотел. Он погнал. Понеслось. Культисты. Будет забирать культистов? Да. Разворачивается. Вихрь. Да. Моментально. Истреблены еретики. Уничтожены еретики. Работает вихрь. Стреляли. Один лендрайдер с терминатором просто приехал. Смотрите, какой дэмэдж показали. Вы посмотрите. Дэмэдж лендака. Это жесть. Это жесть. Как разваливает здание. Берсы. Не стреляли по ним терминаторы. Допускает до ближнего боя. Здесь едут на помощь сестры. Хаос. Вихрь прорабатывает по ним. Бах. Точность. У вихря, кстати, точность 100% попадания. Если у остальной артиллерии есть некоторый разброс, то у вихря точность попадания 100%. Вот куда направил, туда он и попал. Это просто вообще классно. Работа вихря. Дым. Сейчас мода на дымы. Все дымят. Все парят. Все дымят, ребята. Орк. Скапливает свои силы. Отступает сестра. Сестра. Да, побили они друг друга. Немножко ландах один поездил здесь. На починочку его. ЛП-3шечек нету. Но зато есть вторая главка. А здесь есть ЛП-3шечки. И тоже есть вторая главка. Смотрите-ка. Ну, рискну предположить, что верхняя команда сейчас просто будет доминировать. И она скоро достигнет такого развития, когда она уже может сокрушить четырех игроков здесь вместе взятых. Кто только может. Орк только может немножко подержаться побольше за счет фрислаги. А здесь гибель. Они пришли убивать. Бай. Кристи пишет бай. Это кто Кристи? А, это вот этот хвостит пишет бай. Пишет бай-бай. Ну, все. Ну, правильно. Это конец. Это развал. Это уничтожение. Дредноуды готовятся к дропу. Здесь также находится дроп. Вот он, лучший БТР. Вот он, лендрайдер с терминаторами. Ох, какая... Просто какое поражение идет. Какой дэмэдж. Сестра в Т2. ЛП-тришечки. Навечно сестра в Т2 осталась. Хвостит в Т3. Первый дред пал. Дред фал. Идет. Пошла проработочка. Так, спокойненько. Один ландачок. Знаете, да. ЛП-тришечки здесь тоже пошли у нас. ЛП-тришечки идут. Так. Теперь стоит вот эта правая команда. Орг также строит главки. Даже с Квик Год. Где у нас Фрислага. Где у нас 100 Банеров. Хвостит ЛП-три также вторая главка. Масса турелей необходима для полного счастья. Так, СОП. Хаос умирает. Хаос умирает. Ребята, хаос уничтожен. Точка сломана. Казарма сломана. Снайперы бегут на ДКП точек. Точки их будут забирать космодесант. Уничтожена главка. Все. Минус. Хаосит. Победа. Верхняя команда победила. Ну что же. Это значит СОП будет сейчас тащить всех остальных игроков один соло. Это любопытно. Любопытно. Как это будет. Как это будет реализовано. Так, хорошо. Отправил Дреда на убой. Видимо посмотреть. Си. Что Си? Что Си? Что ты хотел сказать Си? Космодесант пишет Си. Две казармы. Главка. Масса генов. То есть дронницы готовы. Верхняя команда будет иметь легкую победу. Если я правильно все понимаю. Если не произойдет какого-то чуда. Так. Легкий снова простойчик. Точки берутся. Нет. Это не берется. И это не берется. Ха-ха-ха. И он видимо не замечает этого. Да? Прикола. Космодесант. А. Заметил. Перенаправил. Заметил. Ну что. Столкновение началось. Началось. Фрислага против фридронов. Пошла вода горячая. Экономика в наличии. Карта. Затау. Кстати. Карта Затау. Курочка. Сквикгот. Прям все хорошо. Скайрей. Выходит. Настоящая. Причем не ложная. Пошла работа. Пошла. Бронебойцы. Сквикгот. Пошла вода горячая. Курица идет прямо. Врезается в Сквикгота. Битва демонов у нас здесь. Но. Великий Кнарлок. Он здесь в явном меньшинстве. Хоть это и самый сильный демон. В формате один на один. Он убьет любого другого. Но здесь уж слишком много. В огня он себя впитает. И демон восстал. На заднем флане. Сейчас полетит работать. Столсы неудачно залетают. Естественно. Дредд пал. Упал Дредд. Сломался Бонер. Полетел демон ломать точки здания. Главки какую именно. Сейчас растеряется. Не знает. Будет какую главку ломать. Пошел дальше. Ген. Начал ломать гены. Ну правильно. Правильно. Высадка. Вот это да. Терминатор серая. Нет. Облиты упали. Облиты. Упали облиты. Тоже получи контр игру. Тоже. Тоже. По генам работают. Облиты. Кошмары. То есть вся сила Тау здесь даже не двинулась. В тылы. Терминаторы высадил. Помогает своему союзнику Космодесант. Терминаторы немедленно присели отдохнуть. Телепортнулись. Терминаторы направлены на Блатырстер. Чтобы его убрать. Космозабирает захваченную позицию. Кстати. Вот эти дронницы. Они еще и стреляют. Обратите внимание. Видите. У них какие-то пушечки все-таки стоят. Да. С терминаторами тягаться практически ни у кого нет шансов. Потому что у них есть стан. Они будут станить все к чему прикасаются. Это ужас. А в данном случае еще и с Командором. Это железный стан. Это вот он стоит. Демоны. Просто стоит. И все. Еще кошмарики убирают дронницы. Еще кошмары убирают дроны. Почему остановилась фрислага? У меня большой-большой вопрос. Да. Лендрайдер проезжает вперед. Напарывается на толпу бронебойцев здесь. Фрислага-то почему остановилась? У меня большой-большой вопрос. 75. Не все бан... А, баннеры были сломаны. Добавляет баннеров. Да, фрислага в процессе. Но, видимо, отсутствие баннеров не позволяло запускать ее. Один соп стоит. Один соп стоит у нас. Тайтус. Кстати, Титус. Тайтус. Спайсмарина-2. Хуэсит. Дефайлеры. Продвигается к центру, чтобы оказывать давление на центр. Дефайлеры продвинулись. 2 Т4 танка. Ну, что, отбиваются? Легко отбиваются космодесанты Тау. И они, мне кажется, просто могут сейчас уничтожить. Тут всех троих одновременно. Да, масса баннеров в процессе. Гены в процессе. Рубаки бегут. Удар эфирила сейчас будет сюда нанесен. Демоны. Убийцы отправлены куда-то на убой. Нет, здесь убийцы уже не канают. Здесь уже слишком много. Огромные уже армии наличие. Удар эфирила. Тау далеко стреляет. Дроны едут. Одна только осталась. Надо вторую куда-нибудь поближе ее пододвинуть. Свойсан. Турелек, кстати, нет на базе. Абтикай. Турелек нету. Да, вот оно. Такая вот, знаете, такая холодная война такая идет. Они вдруг подружку постреливают. Живут, кстати, за счет чисто вот этого спама, рубак и дронов. Продвигаются там. Дефайлеры пододвинулись. Больно. ФВшкам будет сейчас больно. ФВшкам будет больно. Разлетаются рубаки. Соб стоит в засаде. Неужели парни убьют друг друга и Соб победит здесь у нас? Неужели парни измотают друг друга боем и победа достанется Собу? Так, в дроп. Чей это дроп, кстати? Космодесантский дроп. Дредды падают, чтобы поработать по дефайлерам. По смам. Ну, моментально умирает дред. Здесь масса бронебойцев. Еще один. Сагривают на себя Соба. И Соб может быть сейчас даже вывалится. Тут заруба, тут заруба лютой идет. Соб неприятно постреливает своей артиллерии по силам хаоса. И поэтому урки хаоса оказываются в состоянии 2 виси 3. И демон стоит. Декапится крит. Нет, не декапится. Умирает декапер. Два танка. Нет, не по Тау командру. Стреляет танк. Падает. Лендрайдер хочет танки убрать. Черепки. Станется, наверное. Демердж огромный у лендака по зданиям. Вот он, довчик, братва. Вот она, заруба. Вот за что мы любим довчик. За что мы любим затяжные битвы. Вот за что. За вот это мясо. Еще парочка дропов. По казармам. Тау работает. Но проблема Тау в том, что очень чувствительны они к артиллерии в Кауионе. Очень чувствительны к микро и к артиллерии. Если вы готовы увидеть, что ваши фвшки будут постоянно летать и падать, то да, в принципе, Кауионе это для вас. Лендрайдер доезжает до зоны поражения. Достреливает до танков. Еще один удар эфирилом. Сквигат практически пал. Собствует копит силы, турельками закрывается. Главар бы еще накинул. Треста-то есть. Главки докидывать. Застроил точку. Тайтус. Тайтус. Точку бы застроить. Лимиты бы подзабить. Здесь еще две главочки от СМА. Такая холодная война, холодная возня здесь идет у нас. 25 минут уже это происходит. Ускоряем все это действие. Падает Сквигат. Как в Уорк это больше, по сути, ничего и нету. Ну, танки, да, Сквигаты. И все, пожалуй. Достреливает. Снова залет в тыл. Снова спасение в виде серых. В виде терминаторов. Спасают Таушника. Разбирают Латерстера в очередной раз. Отбивают базу Тау в очередной раз. Убийцы бегают, смотрят карту. Срисовали. Контролирует карту СОП. Смотрит. Где кто. Здесь продолжается битва. Очередной великий Кнарлок умирает. Выстрел. И вроде бы как. Неужели начинают продвигаться сейчас в сторону Тау? Неужели? Здесь ДТЭК бы не помешал. Блатырстер снова залетает в тыл. И ситуация не очень хорошая. Потому что слева начинает работать сестра. Начинает работать по космодесанту. Ломать его передовую базу. Тем более машины Казани двигаются. К космодесанту проблемы. Уже надо думать на два фронта. На фронте и на левом фланге. А здесь масса кошмаров высаживается. Масса демонов. И начинает разваливать тылы. Но здесь библиарий появляется. Здесь орк с гитцами. Серые рыцари с капелланом работают по Блатырстеру. Это смерть демону. Никто лучше не убивает демонов, как серые рыцари. И вроде бы сейчас снова отобьются парни. Снова. Тылы снова они защитили. Блатырстер упрыгивает. Снова гены бьет. Падает мэг с гитцами. И снова отбиваются. База Тау вновь спасена. Но зато на фронте мы видим давление от орка и хаоса. Мы видим давление. Он продавливает. Тихонечко уже навязывает свою игру. Слева неприятные звоночки от сестры были. Очень неприятные. И космодесант решил заехать к сестре ринками. Посмотреть, что там вообще происходит. И сбросить пару дредов на убой к сестре. Ну, видимо, чтобы показать свою мощь. Погреметь оружием перед носом сестры. И сказать, что слушай-ка, давай-ка, не надо. Но нет. По-моему, на сестру не подействовали такие внушения. Ее это не пугает. Еще кошмары. Высаживаются рубаки. Есть огромная толпа собралась. Таушников, десантников. Сквигат на центре. Ураг захватил. И вот она, сестра. Выходит на поле боя. Немножечко начинает. Почувствовала уверенность. Засиделась. Лимиты забила. И выходит на поле боя. И теперь верхняя команда оказывается в положении 2BC3. Вот неприятный здесь удар каст воздуха и ферила. Это, наверное, самая неприятная бомбардировка в этой игре. Сейчас будет запуск. Не получилось. Не вышло. Здесь столько генераторов. Обалдеть. Если это будет уничтожено, это будет большая потеря для космоса. У сестры лесов до хрена на самом деле. Неужели сестра здесь затащит? Два дреда брошены на Сквикгота. Но они нашли смерть. И вновь продолжается противостояние на центре карты. Вновь продолжается противостояние. Дефайлеры, танки. Кстати, неплохо действует Хаусид. И Орк. Орк застроил здесь всю базу. Посмотрите. Банерами, казармой у него застроено. Прямо плотничком все. Вот тут, наверное, строить нельзя, поэтому он и не построил. Гитсы здесь стоят в тылу. Видимо, ждут залетов, дропов. Банеры ракетные, естественно. Минуточку ускорим. Потому что здесь застой. Чинится лендрайдер. Продолжается эта битва. Вот уже 33 минуты. Продолжается мясорубка. Вновь удары фирилом. Запуски скайреев. Дефайлеры стреляют. ФВшки стреляют. Дропчик снова. Три дропа аж падает. Мне кажется, здесь будет командора бомбардировка. Нет? Мне почему-то кажется. Нет, два дреда. Нет, серые. А кто третий? А, вот он. Да, библиарик. Да, космодесант по-крупному сыграл. Он высадил сюда всю свою армию. Все, весь свой десант прыгает моментально. Мэг сюда поближе. И фокусится именно библиарий, который включил неуязвимость. Но неуязвимость еще работает какое-то время. Здесь все завязано. Все завязано. Основная армия. Космодесанта пошла вперед. Основная армия. Решающая развязка, я так понимаю. Решающая заруба, черт подери. Блатырстер под шумок залетает в тыл. И дроп. И снова кошмары будут выпрыгивать из варпа здесь. По меточку закинули. Облиты. То есть решающее сражение на центре здесь. Космодесант против хаоса. Орков. Дроны Тау. Здесь кошмары. Облиты. Работают здесь по базе Тау. Блатырстер пока впитывает в себя урон. А сестра стоит. 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 Вот в чем суть. Пау Сквигот. Тихонечко падают дефайлеры. Танки. Орк жив и здоров. Гитсы. Тау вернулся назад защищать свою базу. Декап точки. Неприятно здесь по тылам. Работают демоны. А у Тау против демонов ничего по сути нет. Посмотрите, урон там практически нулевой. Поэтому Блатырстеру просто не входит. Десантки выбегают. На центр. 4-4 болтеры. Сейчас космодесантки будут получать урон. Да еще и с плазмой. Больно. Ангел. Жег здесь хаоситов. Испугались. И улетел. И улетел. И улетел. Нагадил и улетел. Молодец. Стра молодец. Просто вообще молодчина. Нагадил и улетел. Блатырстер пал. Вновь спасает базу Тау. Заруба на центре продолжается. Сестра почему-то под шумок не забирает вот эту вот спорную территорию. Новые терминаторы. Паллендрайдер. 37 минут заруба. Ребята, идет заруба. Сквик год. И это все продолжается и продолжается возня. Продолжается. Вот вам и хаосит. Вот вам и хаосит. Продавить-то не могут. Потому что орк. На орке все держится. На орке все держится. На дефайлерах все держится. Все зиждется. Скайрейс залп. Выпускают ракеты. Пробомбили просто весь участок здесь. Артиллерия, кстати. Это артиллерия Тау. Скайрейт и артиллерия. Это арта. Да, вызвал дефайлер. Танк. Танк стреляет. Чем же дело кончится? Чем сердце успокоится, как говорится. Потому что пока конца и края нет. Но площадка здесь тихонечко расчищается. Хаосит здесь площадку-то себе расчищает. Своими залетами, запрыгами. Скайрей. Сосредоточился на Скайреях. Тау. Здесь маневры, которые очень плохо заканчиваются. Падают Скайрей. Куда-то едут. Драммашины. Просто сбились с курса. Падают. И мне кажется, сейчас у Тау нервишки-то не выдержат. Ситуация-то плохая. Микро он потерял. Сестра здесь так и дежурит. Сидит себе. Сидит. Сидушка. Ну, простреливают. Простреливают. Достреливают до Бонеров. Достреливают. Сквиг отработает по ФВшкам. Его бомбят Скайрей и Дефайлеры. Ёлки-палки. Ё-моё. Падает очередной Сквигот. Сестра сидит внизу. Демон Принц стоял-стоял. Наконец-то вышел. Два раза Ландрайдер ударил и сдох. Жизнь удалась. Тау здесь двигается, шевелится. Дефайлеры работают. Продолжается это противостояние. То есть здесь места вообще продвижения нет. Только Хаосейт площадку себе расчищает. И всё. Ну, сестра какие-то манёвры. В машинке садит, закачивается. Главки ни одну не строит. Это плохо. Прирост 102 всего лишь. Снова убийца побежал. О, поехал, Аринка, посмотреть. Ага, поехала. Ещё. О, начинает работу сестра. Поехал здесь уже отряд заряженный. Ломать базу. Поехал, поехал. Вторая загруженная. Девчонками, селестами. Вот это неприятный удар космодесантнику. Когда вроде бы уже вот они перешли в наступление. Вот они уже бомбят здесь орка, базу. И просто здесь вот херак. Херак. И заезжают к космодесантнику. Сестра заезжает. Да ещё и смотри-ка, освещенными припасами. Ёбки подняла. Она ещё и трусы сняла. Ты смотри, какое ослепление. Даже десантники не выдерживают такого. Да, оно быстро опустило. Быстро опустило всё это дело. Да, неприятно здесь запрыгивание. К космодесанту проблема. Но проблема другая. Хаосит вышел. Хаоситу надоело. Хаосит ливнул. Орк остался один. И сестра осталась одна. Орк обалденная здесь застройка. Неимоверная красота просто. Раз, два, три главки. Блин, жалко бы ещё бы две накинуть. Но, наверное, здесь Орк сейчас возьмёт. Будет пара главочек. Орк держится бодрячком. У него классная застройка. Застройка в порядке у Орка. Банеры далеко-далеко от центра отставлены. Тылы защищены. А на передовой чисто вот они стоят казармочки. Из которых будет идти подтекание рубак. То есть планировка у Орка обалденная. Сестра пошла наконец-то в гости к мужикам. Засиделась. Заждалась. Никто к ней не идёт. Пошла сама. Орк остался один. Вот это плохо. Это неприятно. Это неприятно. Долго смотрели за сестрой. Давайте теперь понаблюдаем и за Орком. Понаблюдаем за Орком. Выходят гитсы. Гитсы грейжные. Тау огребает. Тем более здесь под соком. Тау настреливается. Тир. Прекрасный тир. Смотрите как они падают. Это красота. Это просто можно на это смотреть бесконечно. Бесконечно. Это как валятся ПВ-хи. Как снопики. Ох-ох-ох. Ой-ой-ой. Как он проредил сейчас этих ПВ-шек. Как он их проредил. Падают. Гитсайм. Ну сок кончился. Надо убегать. Снова дреды падают. Чинится сквипгод. Космодесант сейчас на два фланга работает. Дреды кидает на фланг Тау. И лендрайдером работает на направлении сестры. У космодесанта проблемы. Но базу свою он защитил. Он вернулся. Он ее защитил. Битва продолжается. Изменения только то, чтобы вышел Хаусид. Это неприятно. Это тяжело. То есть команда здесь осталась только одна. Это верхняя Тима. Тау в Кауионе. И космодесант. Тау в Кауионе. И космодесант. Орк. Прислашка. Стра стоит. Никуда не идет. Тихонечко так это вышло. Постреляла. Снова стоит. Жалко. Сестра главки не строит больше. Было бы прикольно. Орк захватывает позицию своего союзника. Теперь у орка будет больше ресурсов. У него энергии полно. Влияние он сейчас себе добавит. Гитцы снова пошли в бой. Гитцы хлебнули сока. И повторение тира. Это расстрел. Это расстрел фв-шек. Ой. Ой. Как красиво. Ой. Это просто оргазм для глаз. Ой. Ты смотрите как они варятся. Смотрите как они падают эти фв-хи. Подошел поближе. Нет. Пошел обратно. Все. Кончился сок. Бежим домой. Кончился напиток. Космодесант планирует пострелять в сестру. Видимо расправиться с ней. Да. Перемещает всю свою армию на левый фланг. Видимо оставляет пока Тау задержать орка. А сам двинулся убивать сестру. Чтоб потом приспокойно убить одного орка. Я предполагаю именно это. Сквикгард может сейчас умереть. Против Крутакса сражается. Крутакс умирает. Фв-шки. Но они разрознены. Они напуганы. Они разбросаны по карте. Снова Крутакс. Умер Сквикгард. Сестра. А сестра дает по зубам десантнику. Типа нехрен приставать к честным женщинам. Трусы в любой момент она готова снять. Она засвечивает. Все. Ослепли от такой красоты. Фв-шки. Достреливают уже до базы. Достреливают. Рубаки уже не добегают. Не могут создать критическую массу фрислаги. Потому что много фв-шек их убивают на подходе. Плюс вихрь. Удар эфирила больнючий. Бах. Сбито. Или это Скайрей. Новая курица. Новый. И сестра-то оказывается еще и переходит в наступление. Космодистан думал я ее сейчас заварю. А нихрена подобного. Сестра пошла в бой. Космодистан с пешки отступает. Потому что резкая контрыгра от сестры. Достреливает до танка. Резкая игра. А где кстати дроны от Тау? А дроны кончились от Тау. У Тау по сути вот она вся армия перед нами. Великий Кнарлок проходит вперед до танков. Ракетницы до него достреливают. Смотрите как быстро начинает падать Великий Кнарлок. И сестра пошла подчищать эту передовую базу космодисантника. Где масса генов. Использует все свои обилки. Защиту императора. Исцеление. То есть сестра пользуется всеми своими прелестями. Которые у нее есть. Император наказал этого дреда. Сбросил на него какие-то метеориты небесные. Дреды падают. То есть сейчас парни разделились один на один. У нас сейчас две дуэли. Орк Тау и космосестра. Хотя здесь они в команде. А эти парни не в команде. Смотрите как пошла игра. Как пошла здесь игра. Обалдеть. У Тау проблемы. У Тау армия заканчивается. Без космодесанта. Который занят сестрой. У Тау начинаются проблемы. Его начинает захлестывать зеленая лавина. В которой Тау начинает тонуть. Тау начинает тонуть в этой вязкой зеленой жиже. В этих зеленых болотах. Тау проблемы. Нет дронов. У Тау проблемы. Бомбардировка. У космодесанта проблемы с сестрой. Никак не может разобраться. Никак не может разобраться космодесант с сестрой. Заходит Сквикгод. Сквикгод. Это что-то такое лавкрафтское. Йокса тот. Шабнигурат. Сквикгод. Что-то вот такое. Знаете. Вот он. Вот он. Сквикгод. Йокса тот. Да. Читал я лавкрафта. Ребята. Есть у меня даже пара видео. Умер эфирил. Божественный умер. Умер на божество. Тау. Умер и Тау командор. Умерли командиры Тау. Умерли. Лендрайдер выезжает на помощь, но уничтожен рубаками. Уничтожен бронебойцами и танками. Зеленая лавина топит Тау. Топит синюю землю. Зеленая лавина захлестнула синюю землю. Зеленая волна смыла синюю землю. Называйте как хотите. Танк работает по танку. Здесь сестра добивает СМА. Разваливает СМА. СМ отступает к себе на базу. Проблемы. Неожиданные проблемы у Тау и у космодесанта. Сестра работает слева. А орк работает справа. Тау мертв. У Тау отсутствуют какие-либо средства защиты от этих орков. А у космодесанта серьезные проблемы на левом фланге. Вот он уже стоит. Он уже в раздумьях. Черт подери, что же делать? Может быть отступить во имя императора, а? Что же делать, черт подери? А орк только входит в раж. У него две позиции. У него главка еще одна. И у орка 190 прирост. Энергии полно. А влияние... Вот оно тихонечко набирается. Орк тащит дело и сестра. И останется у нас в конце сестра и орк. Да, ребята, заруба. Зарубка. Но у сестры нет главок. У сестры мало ресурсов. Ну, хотя как мало? Умер! Умер космодесант! Умер, сдался! Остается сестра. Полумертвый. Тау с отсутствием ресурсов. И свирепый и дикнеобузданный орк. Который строит главки на центре. Банеры. Сейчас будет массовая застройка на центре здесь всего. По сути, по добру должна быть здесь банерами и казаровами. Сестра двинулась в сторону центра. И умирает Тау. Остается последняя дуэль на этой карте. Сестра и орк. Орк. Ангел влетает в эту толпу ужасающих орков. Священное пламя впитывает в себя зеленые грибы. Смисант выходит. И орк направляется в сторону сестры. Сестра направляется в сторону орка. Последняя битва на центре. Сегодня. Масса селестианок врезается. Ну что же, сестра. Ты получишь сейчас всю прелесть орочей артиллерии. И вот эти снятые трусы тебе не помогут. Не помогут поднятые юбки. Начинает работать уже артиллерия по сестре. Сестра начинает... Эх, промахивается. Но в любом случае, сестра начинает уже летать здесь. Начинает летать. Проезжает здесь эээ... Иммолятор. Который грейдится. Антитех. Гитсы. Сестра на центре остается. Орк врезается в сестру. И я так понимаю, дело не дойдет до разрушения базы сестры. Сестра выйдет гораздо раньше. Потому что у нее кончатся ресурсы. Здесь гитсы. Но смотрите-ка, вроде как отбивает. Сестра отбивает здесь орка. Ну как? Битва... Битва идет. Битва продолжается. Но проблема сестры в том, что вся ее армия это только селестианки. Что-то такого серьезного... Нет, нет, нет. Умирает. Сестра умирает. Выпускает ангелов напоследок. Неуязвимых ангелов напоследок выпускает. Сестра начинает летать. Главка, кстати, исчезла. Или отменили она. Или она исчезла. Рубаки просто повяжут. Сквигат расстреляет. Гитсы добьют. Два лимана долбят. Сестра не будет доводить дело до конца, я так понимаю. Не будет. Хоть и ресов у нее много. Но до конца она стоять не будет, мой прогноз. Или орк. Или орк. Машина наказания. Бей по своим. Бомбовоз. Рубаки пробегают. Выстрел. Иммолятор один здесь работает. По зданиям. Какой же слабый у него урон. Вы посмотрите. Какой же слабый у него урон. Был бы урон побольше, а? Он не может сломать казарму. Антитехни... Ну, видимо, он по технике хорошо работает. Вот она, битва. Обоюдные избиения на центре. И что самое интересное, стра стоит достаточно неплохо. Достаточно неплохо. Орк берет точки. У орка потенциала гораздо больше. Гораздо больше, чем у сестры. Битва продолжается. Битва продолжается. У сестры также есть артиллерия. Экзорцисты. Удар конфессором. По скоплению рубак. Но взрывной волны не было, видимо. Конфессор был откинут раньше. Он откинут был раньше. И застанил только танк бустов. Орк вроде бы как продвигается куда-то. Но сестра здесь на центре как стояла, так и стоит. Ангел на сквига-то. Нобы. Орк застраивает себе третью респу. То есть сейчас вот полкарты у орка. А сестра не застраивает себе захваченной территории. То есть в обозримом будущем у сестры рессы будут закончены. То есть уже было 7000. Осталось 6300. Смотрите. Сотнями. Ресурсы у сестры уходят сотнями. На 102 приросте энергии у сестры уже ноль. То есть техники у сестры уже не будет. А здесь начинается финальный расстрел. Работает по экзорцисту. Селестианки. Канонисса. Умирает. И зеленая лавина, мне кажется, сейчас утопит всех здесь. Утопит всех. Да, масса прилетела с самолетов. Сбросила Боннеры. Еще летят. Массовая застроечка пошла. Спор на эти позиции. То есть орк готовится к войне. То есть смотрите. А орка тоже такой балансик. И полторы тысячи у него стабильно держится влияние. То есть больше орка не накапливается. Но сейчас вот эта вот респа, она ему даст прирост. Не чинится сквикгот. Не чинится. Рубаки сделают дело. Рубаки и гитсы дело доведут до конца. Энергии полно. Но от влияния у орка никак не может накопиться. Хотя у него три респы уже. Сейчас. А у сестры минус энергия. Влияние также заканчивается. Энергии нет. Снова эмоляторы. Уже на последнем издыхании. Экономика трещит по шваму сестры. И... Сестра отступает. Выдавил орк ее из центра. Но дело в том, что орк будет продолжать давление бесконечно. Пока существуют его казармы. Снова танки. Территория защищена. И орк пошел захватывать четвертую респу. А у орка, смотрите, тоже ресов-то нету. У орка тоже нет влияния. Делает себе ЛП-3. Грейдит баннеры. Укрепляется и переходит уже в штурм базы сестры. Переходит постепенно. Куда ты полетел? По танку. Да, по танку. Баба. Чинится сквикгот. Быстро накопится у орка влияние. Потому что у него масса точек. И теперь идет четвертая позиция. Постепенно, постепенно, постепенно. Дожимает, дожимает орк. Я так понимаю, орк это тот герой, который затащит сегодня всех в соло. Но в принципе, не совсем соло. Соло началось где-то во второй части этой битвы. Не совсем соло. Но тем не менее. Тем не менее. И вот он уже штурмует. 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 Масса танк бустов. Да. Моментально 4000 орка накапливается. 300 уже прирост. Моментально. А у сестры 5000. То есть, просто сестра идет сейчас в минус. Обложили со всех сторон. Сестра держится. Сестра не ливает. Нету главок. Нету генов, соответственно. Влияние заканчивается. И сестра. Я почему-то предположил, что сестра выйдет раньше. Не будет дожидаться конца. Но сестра бьется до конца. Главка на передовой. Штурмующие укрепления у орка. То есть, казармы будут сейчас здесь строиться. Орк уже сестру обложил полностью. И пошел захватывать себе еще одну респу. То есть, у орка сейчас уже 1, 2, 3, 4 респы. И захватывается пятая. Пятая респа. Колоссальный прирост у орка. Захватывается пятая респа. А сестра зажимается в уголочке. И база уже начинает трещать по швам. Битва уже переходит на базу к сестре. Нет реликта. 87 прирост. Уменьшается. И вся карта во власти орка. И бесконечное подтекание рубак. И сестра выходит. Безумная битва, ребята. Вот он, герой, орк. Давайте посмотрим, сколько они наубивались здесь. Убито полторы тысячи. А потеряно 2 400. Мощная зарубка, ребята. Мощная. Что вы думаете по поводу этой битвы? Напишите комментарии, ребята. У меня все. До завтра.